Витам, витам сердечно на моем канале. Тереза начала писать то видео, нагревать и видзу на экране с тылу. Барзо файно презентуемся мои образы. Прошу забачить. Правда там две рамки, еще нема. Я хочу там написать иконы. Иконка Ежеса Христа и Матки Божьей. Но это будет, на певно будет. Малярство это мое хобби. Малярство это музыка. Музыка для моей души. Но сегодня я хочу поговорить о умениях, О здольности, о здольности, О здольности, зразумения Тего чудовного Заявиска, як само життя. И так спокій и тише. Что он нам дает? Житие так динамичное, так интенсивное, и часами мы так пендимы, что даже не знаем, как это стало, что летимы, летимы и летимы. А треба встать, помыслить, а лепи не мыслить ни о чем, просто побыть в тиши, в спокое. Я целый час молю, только разными словами на своем видео, научиться слушать то тишо. Мне понравился фильм «Пинк на зелено», французский фильм, и там есть такой эпизод, кидавшись на планете, едной дивной планете, слушать то тишо. И мы тоже должны научиться на нашей планете, планете Земля, научиться слушать то тишо, чувствовать то тишо, Но самое важное, научиться с той тиши добывать информацию, идеи, помысли, идеи, развивания какого-то проблемы. Но самое важное, в этой тиши мы должны почувствовать усмокновение, усмокновение себя, энергетическое. Чтобы мы видели, слышали, что эта тиша, этот спокойствие, это очень необходимый атрибут для нашего хорошего жизни. И шкода, если мы еще не научились достичь эту тишу, этот спокойствие. Вспомнила знову фильм, французский фильм «Пинк на зелено», и там показано, как на едной чудовной экологичной планете люди, в шыске мешканской планеты, седом и слухают тишо. Также мы тэш повинны на нашей планете, планете Земля, научиться слухать, быть спокою, научиться слухать ту тишу. Для того, что житие, наше звыкальное житие, так и динамичное, так и шыбкое, и часами нас так пэнза гонить за всем. И мы не мамы часу, не мамы спокоя, не мамы тише. Также треба научиться, треба набувить себе, научить часами таки впадать в транс, в спокой и слухать ту тишу. В тей тиши мы услышим глосс этой мудрости, ну, как цети можете назвать, Бога, Всехсвята. Услышим информацию, которая больше будет нам потребна для нашего исснения на Земле. Ну, например, какие-то помысли, идеи, а прежде всего для людей, которые займутся творчостью. Альбо навыц развязание якегось проблему, которую мы так звыкно не можем развязать. Также часами навыц не мыслите, как его развязать, что нужно сделать, а просто спробуйте послухать тише. И тогда услышите голос, голос мудрости, голос интуиции, который вам поможет, поможет им жить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok До свидания.